Ты устала? Ты остановись. Съедь на обочину 15-20 час. Сколько тебе нужно отдохни, ты едешь дальше. Мы же герои, мы же все выдержим, как я тогда думала на тот момент. Это последний человек, и еду домой. Я вроде бы вижу, я еду, вижу, слышу все, фонари, свет, дорога. Раз, и все, и аварии, человека нет. В этот день я не спала примерно 18 часов за рулем. Все вот это порушилось именно из-за меня, то, что я не отдыхала. Детство очень хорошее. Родилась в обыкновенной деревне, недалеко от Нуалтайска. Там и прожила почти всю жизнь. В школе. Я занималась волейболом. Очень это нравилось. Нравились тренировки. Как все это происходит. Мы ездили в школе на соревнованиях по району, по нашему, Первомайскому. Мы занимали первые места. А когда ты лидер, это классно. Тогда призов не было никаких. Просто на голом энтузиазме мы ездили, занимали первые места. У меня была мечта водить машину. Прямо с самой школы. То есть, когда была школа, 10-11 класс, был набор на автодело. Пошла учиться. Но, как назову, вместо категории МБ была категория С. Но я отучилась на С. Получила права. И уж спустя много лет пошла учиться на легковые машины. Мне было 35 лет. У меня было собственное дело. Магазин. Обыкновенных смешанных товаров. В селе, где я проживала. Пользовалась уважением. Потом из магазина мы решили сделать кафе. Параллельно с кафе у меня была доставка продуктов, питания. Всего-всего, что нужно. У меня работали девочки-продавцы. У меня некоторое время появилось свободное. Думаю, почему я не буду использовать его с пользой. Ну и спрашивают, может быть, поработаем вместе в такси. Ну а почему нет? Ввожу машину прекрасно, очень хорошо. Поэтому я с легкостью согласилась. Мне это понравилось. И когда я втянулась в эту работу, такси, доставка, мне показалось, что кафе уже не то. То есть я его переросла, можно даже так сказать. Я его продала. И не жалела ни одного дня. И последние несколько лет я работала только в такси. Я где только не была. По Алтайскому краю, в Новосибирске ездила не один раз. Эта работа меня устраивала больше. У меня был свой определенный график в день. Я могла встать в 4 утра, перед этим набрав предварительные заказы. Ну их штук 6 вот так вот берешь. Выехал, встал и поехал по заказам. Раз-раз и до Барнаула можно добраться. Точно так же поработал в Барнауле, посмотрел. Час в пиках, ага, оплата другая. То есть ты вот это вот все... Вот эти вот все моменты, нюансы, они имеют значение. Я могла наработать, когда день заработка у людей, на неделю вперед. Ну точно, тысяч 20, может быть, в день. Это очень много. Отдыхать нужно было. Брат у меня, работая в ТВМЧС, говорит, Ань, если ты чувствуешь, едешь, что ты засыпаешь, ты устала, ты остановись, съедь на обочину 15-20 час. Сколько тебе нужно отдохнуть, едь дальше. Ну мы же герои. Мы же все выдержим, как вот я тогда думала на тот момент. Это последний человек, и еду домой. Это последний, и я домой еду. А как у меня получилось в тот день? Ну то есть уехала также по предварительным заказам в Барнаул. Поработала определенное время там. Ну, выехала я поздно, потому что накануне тоже работала допоздна, где-то часов в 11. Ну, соответственно, поработала по Барнаулу. Заказ, и я в Алтайке. Поработала по Алтайке примерно до 10 часов вечера. Ну и, соответственно, взяла заказ и до дома. Ехать тоже недолго. Не успела я домой приехать. Как начались заказы уже на мой телефон, без приложения. И когда я приехала вот к себе в Боровиху, я уже вот ночь, которая была, я была в Обских Плесах, в Белоярске, в Озерках, где я только уже не была, вплоть до самого последнего заказа, который нужно было человеку отвезти, и я спокойно поеду спать. И когда вот именно я ехала с этим человеком, вот все и произошло. Я просто не выдержала. Я вроде бы вижу, я еду, вижу, слышу, все, фонари, свет, дорога. Раз, и все, и аварии, человека нет. Вот это было самое тяжелое, когда дошло, что это была не собака, не какое-то другое животное, кошка, потому что у меня были, ну как правильно сказать, я сбивала кошек и собак разных абсолютно. На тот момент, когда случился удар, я тоже подумала, ну, деревня, мало ли что, собаков много. И не придала даже значения всему этому, соответственно, и уехала. Потом уже, когда пришло осознание того, что, а может быть, все-таки это не собака, может быть, все-таки это прошло какое-то время, ну и все. А потом, оказывается, действительно, это была не собака. Это был человек, я его знала лично. Он только вышел на пенсию. Он всю жизнь работал на АВЗ, Алтайвагон в Алтайке у нас. Он собирался, потом мне уже сказали, в Белокуриху отдыхать в санаторий. Вот как вот мне вот, я вот с этим живу, потому что очень многие люди всю жизнь работают, откладывают, строят планы на будущее. Человек, вот, Геннадий, он тоже строил и планы на будущее у него были. И хотел помогать сыну, строить дом. Все это у него было. Он открытый человек. Он хороший, он нормальный. А я раз, и его нету. Мне с этим жить очень долго. И эта вина, которая вот есть, я не знаю, с чем ее сравнить. То, что нахожусь я здесь, это самое наказание. Потому что я разлучена со своими детьми, ради которых я работала, ради которых я жила все вот это время. То, что произошло, это наказание, в первую очередь, мне за то, что я не слушала никого, я не отдыхала. Мне дали 4,5 года в колонии-поселении в городе Биск, где я нахожусь сейчас, в данный момент, работаю в столовой. Работа заключается в мытье посуды. Это обыкновенно, это делают многие. Ну, соответственно, идет помощь в целом по столовой, помогать поварам. Ну, это как бы основное идет. Несложно. Я втянулась, ничего не напрягает. Можно сказать, что как робот. То есть встал, пошел работать, пришел, лег спать. И за дня в день. Когда работаешь, ты не успеваешь ни о чем думать. Когда чем-то занимаешься, я вот стараюсь всегда что-то делать. Не то, что стараюсь, а я сама по себе такая всегда. Летом волейбольная площадка, баскетбол, пожалуйста, всегда я только за. Ну, то есть я активна вот этом. Жизнь в движении, это для меня. Я и по жизни такая. Читать как-то меньше, но мне не очень. Вязать. Вязать – это тоже мое. Приезжала дочь, зимой привезла шерсть, сказала, мама свяжи мне оверсайз свитер. Как скажешь. Начала делать, но почему нет? Здесь нет, подруг. Здесь… Я даже не знаю, как это назвать. Просто такие же люди. У нас интересы разные. Люди сидят здесь по разным причинам. И я не всегда разделяю их точки зрения. Иногда мне кажется, что либо я не такая, либо они не такие. Я не скажу, что мне найти общий язык с кем-то тяжело или… Я просто не вижу смысла. И здесь есть о чем подумать. Вот многие говорят, вот выйдешь и начнешь делать то же самое. Кому-то, может быть, это применимо. Ко мне нет. Лицо его снится. И ситуация, когда можно было бы все вот это предотвратить, если бы я позволила себе отдых. Мне его жалко. Мне жалко его близких. И я не могу ничего вернуть назад. Я не могу ничего вернуть назад. Субтитры создавал DimaTorzok